Начало второго в Кирове. Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Я приветствую в нашей студии Владимира Костина, вице-спикера... Ну, бегай, тогда как их дома... Я приветствую в нашей студии вице-спикера законодательного собрания Кировской области Владимира Костина, руководителя фракции ЛДПР. Владимир, добрый день. Добрый день. Как говорится словами из одного известного советского мультфильма, кажется, дождь собирается. Да, кажется, да. Сегодня нам обещан ливень и гроза, лишь бы все хорошо, без каких-то инцидентов. Это непогода прошла, а то, знаете, как в отдаленных районах и деревнях Кировской области гроза ударила, потом люди сутками без света сидят. А еще дождем дорогу размоют, и электрики не знают туда, как пробраться. Снег выпал, и трое суток люди без сообщения с большой землей. Тоже такое было у нас. И зимой, и летом у нас какие-то такие с погодой связанные неприятности происходят. Я напоминаю вам, слушателей, о том, что на сайте Кирова.ру есть форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю особого мнения. Парочек вопросов вам, Владимир, есть. Озвучу чуть позже. И, кроме того, на сайте вы можете не только после того, как в прямой эфир выйдут программы «Особое мнение», вы можете не только их посмотреть, послушать, но и почитать. Там имеется так называемая расшифровка. Так что, милости прошу, заходите и пользуйтесь. Ну, тема с повышением пенсионного возраста не утихает. Я, конечно же, начну с нее. Начну с вопроса, знаете, Владимир, вот сейчас акции протеста, если их можно так назвать, проходят и в областном центре, и ЛДПР, да, запланировало. Тоже такие мероприятия, о них тоже поговорим. И в новостях появляются сообщения о том, что и районные области присоединились к этому движению. Как вы думаете, вот хочу от вас узнать, это приведет к чему-то, вот эти акции протеста? Ну, если совсем не проводить акции протеста, то пенсионная реформа точно будет принята в том виде, в котором она запланирована. Вот как раз многие жители Кирова области задают вопросы. А зачем нам участвовать вот в подобных мероприятиях? Это приведет к чему-то? Ну, и ответ у них напрашивается. Нет, не приведет. Я всегда вспоминаю историю с отменой электричек в 2013 году, когда по всей стране резко сократилось количество электропоездов, которые курсируют по регионам, внутри региона. Киров тоже не стал исключением тогда тоже. Да, и многие, это обсуждают многие недовольные, но Алтайский край остро выступил против, и там очень много людей вышли на улицы, и еще и там грозились перекрыть Байкал-Гамурскую магистраль. И эта информация дошла до президента. Президент собрал совещание, на которое пригласил курирующего заместителя премьер-министра Дворковича, президента РЖД. Электрички вдруг почему-то через три дня снова начали ходить в полном объеме. То есть жители заявили свою позицию, она была услышана, решение в их пользу было принято. Вот сейчас проведение мероприятий подобных, это как раз попытка донести информацию до тех, кто принимает решение, что их не устраивает подобная пенсионная реформа в том виде, в котором она предлагается. И люди совсем не этого ждут от руководителей страны. Вот то количество людей, которые сейчас выходят на эти акции, то возмущение, которое высказывается по числу людей, как вы это оцениваете? Этого достаточно? Или все-таки вам хотелось бы, чтобы больше людей вот так открыто заявляли свое неудовлетворение принятыми предложениями? Откровенно говоря, хотелось, чтобы такая форма протеста, как митинг, вообще была исключена в том плане, что не было бы причин для митингов. Для того, чтобы глядить на улицу. Да, для того, чтобы у нас такие причины есть. Конечно, хочется, чтобы люди выходили и отстаивали свою точку зрения. У меня здесь есть ряд соображений на этот счет. Русский человек, он же долго запрягает. И вот сейчас никто не выходит на кухнях, где-то в огородах с друзьями, с коллегами. Вопрос повышения пенсионного возраста очень бурно обсуждается. Вот сегодня не вышли на митинг на площадь, а завтра все дружно, в едином порыве вдруг и соберутся. Готова ли к этому выходу будет власть? Воспримет ли она это, как действительно накипело? Или будут искать опять какого-то виноватого, какого-то кугловода, кто это все собирает? Вопрос. То есть это может привести, бог знает к чему. И неуправляемый народный гнев, это точно не то, к чему нам нужно стремиться. Точно не то, что должно ждать нашу страну в будущем. То есть мы должны сейчас услышать людей, которые говорят, нам не подходит такое изменение пенсионного возраста и такая пенсионная реформа. И дать им альтернативу. Вот ровно об этом мы пытались говорить на пленарном заседании ЗАГС Собрания. Ну вот некоторые убеждают, что пройдет чемпионат мира по футболу, что пройдет эта эйфория, ну пока еще неизвестно, конечно, чем он закончится для российской сборной, и люди начнут потихоньку осознавать, осознавать, и вот тогда-то, может быть, более какие-то яркие выступления со стороны общества будут проявляться. И эксперты уверяют, что повышение пенсионного возраста неким пределом точки кипения уже может стать. Вы разделяете эти позиции? Слишком много всего происходит. Когда люди открыто вот так и массово заявят. Ну, сначала по чемпионату мира по футболу. Вы наверняка в курсе, что во время проведения чемпионата мира по футболу в городах, где проходят матчи, запрещены массовые публичные мероприятия. Соответственно, протест там, он пока вот сидит где-то там в засаде, да? И люди, которые даже хотят выйти на акцию, они не выходят. Что будет после чемпионата мира по футболу, время покажет, посмотрим. Что касается точки кипения, дошло ли общество до того, чтобы выйти хотя бы на улицу, да? Даже те, кто не выходил. Многие на выборы президента вышли, хотя долгое время до этого не ходили. И вышли они как раз, ожидая... Вы имеете в виду последний выбор президента? Я не ходил, но вот я в этот раз пойду. И у каждого причина была своя. Но явно эти люди не выходили ради того, чтобы потом узнать о том, что, допустим, они на пенсию пойдут когда-то попозже. Или будут тариф оплачивать, вот не такой, который сейчас, да, а больший, причем значительно больший, чем их ожидания. Они понимают, что стоимость бензина, рост акцизов, рост НДС, все ляжет на их плечи. И вот они сейчас могут себя тоже как-то проявить иначе, чем отсидеться дома и паухать-пахать. Выйти, допустим, на митинг. Просто показать, что людей, которые недовольны много, и уйти домой и ждать снова от власти каких-то реакций. Если этой реакции не последует, ну вот отчаяние, разочарование, еще раз, Бог его знает, к чему приведет. Нельзя этого допускать. Мы пытаемся донести позицию, что нельзя бесконечно долго пренебрегать мнением большинства населения. Сейчас ситуация похожа на... Население — это дойная корова, по большому счету. Для кого? Для власти? Для тех, кто принимает решение о пенсионной реформе, в том виде, в котором она есть. И эту корову доят-доят, вот она дает 10 литров молока. Но почему-то вдруг решили, что она же давать больше может молока. Ну давайте попробуем. Правда, еще пол-литра молока выдаили из коровы. И еще 200 грамм. И нет мысли, что для того, чтобы корова давала больше молока, ее нужно лучше кормить. Нашли палку, и можно палкой как-то там поддать корове, и она еще поднапряжется, и молока нам даст больше. Но она умрет скоро. Обидные слова говорить. Обидные. Для людей, конечно. Но люди-то ведь это многие понимают прекрасно. А вам не кажется, что мы в этой ситуации как раз-то самая дойная корова? Кажется, очень часто, да. Владимир, это пенсионная реформа касается всех. И вас, и меня, и всех наших слушателей. И вот давайте, если каждый скажет о себе, давайте я о себе скажу. Когда я дожил до трудоспособного возраста и пошел работать, я предполагал, что вот те записи в трудовой книжке, те отчисления, которые за меня делал работодатель, кстати, как показывает опыт, не всегда делал, приведут к тому, что когда-нибудь, когда я дойду до 60-летнего возраста, государство... 65 уж, наверное, нужно говорить. Тогда я думал 60. Об этом и речь. И предполагал, что государство у меня что-то выплатит. Я не рассчитывал, что эти деньги будут столь большие, что я как среднестатистический европейский пенсионер уеду на 2 месяца отдыхать в Турцию и не буду вынужден вести приусадебное хозяйство, чтобы себя прокормить. То есть об этом я не думал. Но уверен был, что какая-то пенсия мне будет выплачиваться. Почему-то я уверен был, что я без работы не останусь. А сейчас у меня уверенности такой нет. Потому что, во-первых, я должен буду еще на 5 лет дольше отработать. А во-вторых, а не случится ли за вот эти самые 30 лет еще чего-нибудь, когда мне скажут, слушай, ну и еще 5 поработаешь в конце концов. Что-то хорошо выглядит. Да, да и отчислений-то столько начислено. Да и опять же так долго они лежат. Бог его знает, что с ними будет. А может быть вообще пенсии отменить. Ну вот давайте пофантазируем. Если можно сделать сейчас вот так вот, бац, и плюс 5 мужчинам, плюс 8 женщинам, ну а что мешает сказать? Ну слушайте, у нас в стране такой вот сейчас непростой период. Мы эти деньги пустили на развитие госкорпораций. Ну вас не бросим. Вернем вам бесплатный проезд. А пенсия отменяется. Ну например. Да, нам сделать сейчас нужно будет небольшую паузу. Давайте мы уложимся в полминуты, чтобы анонсировать мероприятия, которые будут ЛДПР организованы в ближайшее время. Давайте после. После. Да хорошо, давайте. Владимир Костин, вице-спикер Законсобрания Кировской области, руководитель фракции ЛДПР. Мы продолжим через полминуты. Продолжаем наше общение. Итак, мероприятия, которые будут организованы отделением ЛДПР. 7 число? 7 июля? 7 июля, да, у нас пройдут мероприятия в Слободском и Кирово-Чапецке. Сам планирую одно из мероприятий посетить. Очевидно, что сразу в двух местах быть не смогу, но где-то обязательно появлюсь. И вот на самом деле, Владимир, по поводу немассовости мероприятий, здесь на примере Слободского очень хочется посмотреть, потому что, когда принимался закон о обязательных взносах на капитальный ремонт, в Слободском собралось более 2000 человек. Слободской всегда активен. И вот мне хочется понять, насколько пенсионная реформа цепляет людей, насколько они информированы о мероприятии, и придут ли для того, чтобы понять, вот действительно все просто смирились, если как-то бычок идут на привязи или хотят сказать свое «нет» и способны это сделать. Посмотрим по численности. А в Кирове? Пока нет. В Кирове, вы знаете, есть определенные сложности. Мы подали уведомления на проведение мероприятия, но изначально там сложности были с определением места, с определением того, что это будет пикет или митинг. Сейчас ориентировочно это будет филармония. О времени и точной дате мы обязательно известим, приглашаем всех следить за информацией на нашем сайте, ну и дадим объявление через средства массовой информации о проводимом митинге, обязательно сообщим. И всех, конечно же, приглашаем. Сейчас хочу еще непростой вопрос затронуть. Вот эта тема повышения пенсионного возраста, это, казалось бы, прекрасный шанс оппозиционным силам, объединиться и выступить таким единым фронтом. Но это сложно сделать на данный момент? Вы знаете, тут активно очень ведут себя в этом отношении коммунисты и ЛДПР. Тут справедливые россы где-то там на задворках. Не о сложности, что называется. В чем проблема? Сложно, не сложно, не так важно. Давайте, что называется, раз уж такой вопрос назрел, раз вы его задаете, мы и попробуем это сделать. То есть вот в рамках нашего сегодняшнего эфира вполне официально приглашаю коммунистов провести совместное мероприятие. В конце концов, вот я подчеркивал на пленарном заседании, это вопрос не политический. Миссионная реформа — это не политический вопрос. Он не касается членов партии ЛДПР или членов компартии. Он касается абсолютно всех жителей России. Поэтому почему нет? Давайте пробовать провести совместное мероприятие. Предложение озвучено. Я думаю, что после эфира мы с Сергеем Павленовичем обсудим с представителями «Справедливой России» ЛДПР готово к совместным мероприятиям. — Давайте сейчас пройдемся по тому, и хотелось бы ваши комментарии услышать, как это решение принималось у нас в ОЗС на пленарном заседании 28 июня. Очень, конечно, там любопытно было за этим следить. Накануне был социальный комитет, как известно, где не получила поддержки. — Не получила. Это предложение затем все-таки фракция «Единая Россия» практически на 100%. Там один, да, воздержавшийся? — Один воздержавшийся, да. Проголосовало 31 депутат, 14 против. И Сергей Мамаев, лидер коммунистов, в частности, на своей странице в соцсети написал о том, что ему якобы звонили депутаты и от «Единой России», и от ЛДПР, и от «Справедливой России», и говорили, что на них оказывается давление спикера МОЗС конкретно, чтобы голосовать «за». Вы подтвердите или опровергните эту информацию? — Я могу сказать за себя. На меня давление не оказывалось по голосованию «за». При этом... — Но вы-то против голосования? — Да, мы голосовали против, но никто не давил, не говорил «голосуйте за». Ну, наверное, ввиду осознания того, что это бесполезно делать. А вот если посмотреть на то, как проходило голосование, мнение Сергея Павлиныча небезосновательное, потому что несколько депутатов-единороссов проголосовало на комитете в среду против принятия проекта постановления в поддержку. — Причем там ключевых, если можно так выразиться, да, депутатов? — В том числе председатель комитета. — Председатель комитета. — Да, и буквально на следующий день, менее чем через сутки, депутаты свое мнение меняют. Ну, конечно, можно предположить, что они просто не разобрались. И им вот за это время просто понятно объяснили, что планировали. Но я в этом сомневаюсь. Как мне кажется, действительно, фракционная дисциплина возобладала. Было ли это давление, либо какие-то там формы убеждения, не могу сказать, не знаю. Но логика подсказывает, что без, так сказать, сурового убеждения не обошлось. — Ну, мы же прекрасно понимаем, что фракция, проголосовавшая за это, если все отбросить, да, это те же самые люди, да, у которых есть родители, в том числе пенсионеры, которые сами когда-то будут выходить на заслуженный отдых и голосовать таким образом. Там, конечно же, посыпались многие термины, что это геноцид против людей. Но согласитесь, как-то подозрительно, ведь чисто, вот, по-человечески подумать, так, по-житейски. Боже мой, когда-то ведь мне тоже придется выходить на пенсию. Что мне сейчас заголосовать против? — Безусловно, вот этим вопросом задавался, потому что, ну, для меня он точно актуален, да, и там встретить своих друзей, коллег, товарищей, избирателей, в конце концов, и услышать от них вопрос, а как ты голосовал, ответить, я голосовал за, ну... — Ты мне больше, и в ответ услышать, ты мне больше не товарищ. — А зачем тогда вообще нужно было избираться депутатом, если ты, ну, по факту, действительно не представляешь интересы граждан в законодательном собрании? Различные там цифры сейчас есть о поддержке пенсионной реформы, но я вот склонен верить, что 92% жителей страны, как минимум, не поддерживают принятие пенсионной реформы. — Но это официальная данная опроса, проведенного холдингом «Рамир». — Соответственно, 92% не поддержали, в середине июня проводился вопрос. — У нас наверняка в законодательном собрании есть депутаты, которые представляют в том числе интересы тех 8%, которые поддерживают или относятся равнодушно. Ну а кто тогда представляет интересы 92% избирателей? Непонятно. И, вы знаете, очень интересно сейчас опять поведение социологов, которые опрашивают россиян на предмет того, что им запомнилось больше всего за последние пару недель. И нам намекают, что вот чемпионат мира по футболу людям запомнился больше, чем изменения в законодательстве, связанном с пенсионным обеспечением. Вы серьезны? — Ну да, хочется спросить. — Ну хорошо, ну допустим, за эти две недели, может быть, запомнилось больше позитивное, действительно масштабное, грандиозное мероприятие чемпионат мира по футболу. Но чемпионат мира по футболу закончится 15 июля. А повышение пенсионного возраста, наверное, там как раз с 15 июля нас и коснется. Где-то на эти даты назначено рассмотрение в первом чтении законопроекта. Эйфория пройдет. Пенсионный возраст отдалится на 5 лет для мужчин. — На 8 для женщин. — Да, уже были слова о том, что что ж вы женщин-то так обидели на 8 лет сразу. И мне прям вот так пронзило меня высказывание, очень эмоциональная вашей коллеги Ольги Сыгчиной, депутата, представителя фракции ЛДПР, когда она прокомментировала выступление Николая Пасынкова, руководителя, вернее управляющего отделением пенсионного фонда по Российской Федерации. Там она и Конституция апеллировала, и прям вот я понял, вот как женщина может это воспринимать. И так резануло, вы знаете. — Да, кого не резануло, да. — Вы слышали же выступление господина Пасынкова, в котором он чего только не говорит, кроме как обоснование а. за счет чего мы будем добиваться наличия новых рабочих мест, б. за счет чего будут начисляться новые пенсии. Ну, это бред, просто отсрочить, да, там, выход на пенсию. На самом деле все понимают, что это не спасет пенсионный фонд как таковой. Когда-то к 28-му году мы выровняем число работающих и неработающих. Сейчас коэффициент 0,98 работающих обеспечивает одного пенсионера. То есть мы в отрицательной там динамике. Все это понятно. А вы раньше где были? Он говорит, я об этом трубил, там, начиная, там, с какого-то года. Хорошо. Вам тогда, раз вы трубили, вопросов меньше. А те, кто принимали решение, почему они спешно, вдруг сейчас без обсуждения принимают решение или, там, пытаются его принять. В чемпионат мира, опять же, да. То есть, ну, это не может не вызывать вопросов у населения. И сейчас запрос на вот то, чтобы отмотать эту ситуацию назад, как никогда высок. 92 процента, повторюсь, недовольны принятием пенсионной реформы. Хотелось бы, чтобы вы еще прокомментировали позицию представителей Единой России по данному вопросу. Она звучала, в том числе, и в нашей студии. В прошлую пятницу руководитель фракции как раз Единой России, ВЗС, Герман Гончаров. Во-первых, сказал о том, что тянуть больше некуда. Решение нужно принимать сейчас, потому что пройдет еще немного времени. И, возможно, даже, ну, даже он говорил, невозможно о пенсии. Большая вероятность, что они начнут снижаться, потому что вся эта система пенсионная, ну, все, уже захлебывается, уже буксует. А депутат Юрий Балуйбердин, тоже представитель Единой России, у нас соответствующая новость вышла на сайте хакирова.ру. Я несколько раз ее перечитал, но, честно говоря, как-то... Как-то не убедило меня это до конца. Единая Россия проголосовала за пенсионную реформу, чтобы не расстраивать правительство. Да, вот Юрий Александрович сказал, что к нам обратились с целью, чтобы мы дали свое видение на эту реформу. Естественно, в этом случае, он говорит, сказать правительству нет, то есть не согласиться отказать. А затем начать задать вопросы и пожелания, наверное, было бы неправильно. Поэтому мы в большинстве голосов приняли это решение, а вот дальше медлить нельзя. Да, а вот дальше уже можно будет принимать пожелания, поправки и так далее. Ну, мне... Я не понимаю до конца эту позицию. Давайте мы сначала согласимся, а потом уже будем... Позиция ЛДПР, она была, кстати, отражена в альтернативном проекте постановления. Мы не просто сказали нет тому проекту постановления, который нам предложили поддержать. Мы внесли альтернативные. И единственное, чем вот эти два постановления отличались, представители Единой России, которые стали инициаторами внесения проекта постановления, сказали, что мы концептуально поддерживаем изменения в законодательстве. А ЛДПР предложила сказать, что не поддерживаем. То есть вот мы не поддерживаем, но точно так же предлагаем навести порядок в экономике. Предлагаем широко обсудить те изменения, которые планируются. Предлагаем избавляться от серых зарплат. Ну, то есть все те меры, которые коллеги предложили в своем проекте постановления, мы отразили. Другое дело, что вы правильно подмечаете, что после того, как мы согласились, чего с нами разговаривать-то? Ну, сразу же приходит на ум фраза, там, после драки кулаками не машут, если уже все. Приняли правила игры-то, что дальше-то? Да, да. И вот опять же обозначение того, что у нас есть ряд вопросов, на которые мы ответы не получили, на наш взгляд, должно было быть отражено в проекте, в постановлении, в котором все-таки мы проект пенсионной реформы не поддерживаем. Мы ждем ответов на вопросы, а потом уже будем думать, надо вообще поддержать пенсионную реформу или нет. Капремонт у нас был точно такой же. Нам сказали, вы сначала деньги соберите, а мы потом вам что-нибудь отремонтируем. Сейчас проект новой системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов предполагает ровно это же самое. Давайте мы сейчас сначала деньги насобираем, потом когда-нибудь вам построим инфраструктуру, и, может быть, будем мусор не просто закапывать в землю, а как-то с ним обходиться по-другому, сжигать, не сжигать, не знаю, но, по крайней мере, сортировать. И пенсионная реформа, снова мы на эти же грабли наступаем. То есть давайте мы сейчас на пенсию пойдем попозже, и тогда мы, во-первых, сможем пенсии сохранить, во-вторых, может быть, даже чего-то вам добавим, хотя вот сейчас четкости в позиции правительства Российской Федерации нет. Было озвучено тысяча рублей в год. Тысяча рублей в год, да. С какого периода? Вот, опять же, мы вспомнили сегодня Пасынкова, да, и он, опять же, там, сослался на правительство, и правительство говорит, что к 28-му году мы пенсии повысим в два с половиной раза. Отстань. Должны повысить в два с половиной раза. Здорово. Должны. И сделаем разные вещи. На вопрос, а вы уверены, что у нас это получится? Вот четкий план правительства по созданию рабочих мест и так далее, он есть, его нет. Но раз мы должны, мы повысим, отвечает на вопрос господин Пасынков, да вот совсем не обязательно. Должны были людей отправлять в 60 лет на пенсию. Будем? Похоже, нет. Ну, то есть вот верить сейчас, что когда-то у нас в стране что-то будет хорошо, да, мы верим. Мы искренне верим, но есть люди, которые, мне кажется, всячески препятствуют этому. И еще один момент, вот я уж коснулся там изменений, не только в пенсионной реформе, но вот там НДС. А мы чуть позже хотели об этом поподробнее поговорить. Принимайте. Давайте, реклама у нас сейчас будет, после нее продолжим. Владимир Костин, она в студии особого мнения, вице-спикер законодательного собрания Кировской области, руководитель фракции Либеральной Демократической партии России. Владимир, раз уж мы упомянули сейчас эту тему в перерыве, можно ли я обозначить такой пассивности молодого поколения в этом вопросе? Вот нам с вами еще до сорока, да? Почему бы нам, открытым фронтом, не пойти и не выражать свой протест? Я вспоминаю просто наше общение с Юрием Львовичем Шлемезоном, вашим коллегой, по депутатскому корпусу, только депутатам гордомы. Он сказал, что вы-то, молодые, ничего не получите от той самой реформы. Да, Юрий Львович прав. Спасибо, Юрий Львович, открыли глаза. На самом деле, говорит понятные вещи для многих, да? И если у кого-то сейчас есть вопрос, ну правда, что ли, повысит? Да, правда повысит, да. То есть если сейчас не выразить свою позицию четко и громко, повысят. И спрашивать больше не будут. Можно будет дальше, еще раз говорю, задуматься на том, чтобы вообще пенсии убрать. Какого формата вы ожидаете выражения от молодежи? И сослаться на то, что, допустим, где-нибудь в Китае пенсии вообще нет. Ну, например, да. Там все на детях лежит, там вся обязанность, да, забота о своих престарелых родителях. Вы знаете, меня больше всего заботит продуманность вот этой пенсионной реформы. Ну, можно быть недовольным тем, что пенсионный возраст повышается, тем, что нужно будет перед пенсией работать дольше. Это бы, может, было не так страшно, если бы было четкое понимание, за счет чего государство будет обеспечивать пенсии тех людей, которые выйдут в 60 лет, в 65. Ну, я имею в виду женщин в 63, вернее, и мужчин в 65. Вот четкого понимания, откуда возьмутся деньги, у меня нет. Хорошо, эти люди дольше на 5 лет или на 8 будут платить взносы. Но, как мне кажется, только это не решит проблему. Более того, уже там неоднократно этот вопрос я озвучивал, и коллеги. А рабочие места где? Ну, то есть вот мы сейчас просто отдаем, не даем, обяжем людей, которые вышли бы на пенсию работать дольше. Готов ли работодатель к тому, что, ну, допустим, на стройке у него будут люди работать за 60. Не факт. Более того, это прямо не бьется с тем, что говорит президент. Президент обозначает создание гигантского количества высокотехнологичных рабочих мест. В моем понимании высокотехнологичное рабочее место экономит людской труд. То есть то, что высокотехнологичное рабочее место, оно вообще не предполагает наличие большого количества трудовых единиц. Все верно. Соответственно, мы должны переходить на автоматизацию процессов. Опять же, это высвобождает из этих процессов людской труд. У нас же стратегия принята до 2025 года, цифровая экономика. Согласно этим планам, у нас количество людей-то, занятых в производстве, оно должно сокращаться. Машины, компьютеры, роботы уже должны делать. Все так. Но при этом мы обрекаем большое количество людей работать непонятно на каких рабочих местах, потому что ничего взамен не создали. Поэтому вот мы касались проекта постановления. Проект постановления предполагает, что мы сейчас сначала пенсионную реформу введем, а потом будем думать, а где нам рабочие места взять. Неправильный подход. Давайте сначала рабочие места создадим, поймем, что у нас гигантский дефицит трудовой силы, потребность в людских ресурсах, в рабочих. И уже после этого будем с людьми обсуждать возможность сохранить их на этих самых рабочих местах. Не гастарбайтеров же нам привлекать. Я вспоминаю ваши слова, сказанные перед предстоителями профсоюзов. Они 28 как раз июня выходили, высказывали свой протест. Вы сказали, что тем самым мы наплодим охранников и уборщиц. Но я с этим не очень согласен, потому что рынок охранники и уборщиц тоже не резиновый. Там всем не устроится. Согласен. Я опять же обозначаю, что путь развития, который сейчас выбран, экстенсивный. Мы просто предполагаем, что мы, имея высокотехнологичный трактор, возьмем плуг и будем пахать на лошади. Только потому, что у нас нечем занять вот этого будущего пенсионера, которому 60 лет исполнилось, но мы ему в обязанность вменили еще поработать. Вот мы к этому идем. Не говорим о том, по какому пути движется любимая нашими парламентариями некоторыми Европа, на которую они ссылаются, когда говорят о том, что пенсионный возраст нужно повышать. Вот если уж касаться Европы, во Франции существует и уже там продолжительное время, несколько лет, эксперимент, согласно которому сокращается количество рабочих часов в неделю для людей. Потому что как раз таки машины пришли во многие сферы деятельности взамен труду людскому. И от этого никуда не уйти. И более того, этому надо радоваться. Пришел прогресс, за нас могут работать. Поэтому пути идет весь мир. Отставать нельзя, конечно же. Конечно же. А мы сейчас говорим, нет, нам вот, извините, это для нас космос, мы по этому пути развиваться не будем. Мы дальше вернемся к Сахе, будем землю обрабатывать вручную. Ну и где мы окажемся лет через 10? У нас сейчас уже отставание от Европы большое, которое удалось ликвидировать путем адских усилий в середине прошлого века. А сейчас мы говорим, да ну ладно, куда эта Европа от нас убежит? У нас вот тут внутренние проблемы. Пенсионный фонд дырявый. Никто не говорит о том, почему пенсионный фонд дырявый. Как так сложилось, что у нас... Народ, простите, народ, народ скажет, воруют. И только ли, Владимир, дело в том, что у нас людей, выходящих на пенсию сейчас, больше, чем людей, которые способны их заместить и приходят. Я не располагаю, к сожалению, всякие данные, мне трудно оценивать. Ну это опять же, это слова Пасынкова. И казалось бы, вот они, те самые рабочие места, которых вроде больше не нужно создавать, которые не будут заняты, потому что меньше людей пришло. Но еще раз говорю, прогресс. Прогресс предполагает, что даже вот если уж касаться сельского хозяйства, сейчас не нужно такое большое количество механизаторов, сейчас не нужно такое большое количество доярок. Если раньше доярка была закреплена за каким-то там звеном, условно, 20-30 коров, сейчас есть автоматы револьверного дояния. Один оператор их обслуживает. Ну и где те рабочие места, на которых доярки будут оставаться и работать до 63 лет? Их нет. И большинство даже тех, кто голосовал за обозначенный проект постановления в поддержку пенсионной реформы, это понимают. И у них этот вопрос есть, им тоже, наверное, хочется сначала ответы получить. Но вот у нас как-то все кривенько, и мы сначала там согласимся, а потом будем ждать изменений. Оцените, пожалуйста, инициативу Федерации профсоюзных организаций Кировской области. Роман Александрович Береснев озвучил. Ну хорошо, вот так будем работать до 65 мужчин, до 63 женщин, и тогда делайте шестичасовой рабочий день. Люди смогут больше внимания уделять семье, пораньше возвращаться с работы. Мы эту версию, кстати, не версию, это предложение, кроме шуток, обсуждали. Ну она такая, нет, она не смешная, она и есть. То есть здесь здравое это зерно присутствует. В конце концов, не такая будет нагрузка на работе. Для многих это важно. Многие, может быть, уже сейчас прям без колебаний согласились бы на такой сценарий развития событий. А может и быть и нет. Но это не отменяет задачи по созданию рабочих мест, по выведению пенсионного фонда из кризиса. Нет ведь ответов на эти вопросы, где мы деньги возьмем. Да, хорошо, дольше будем собирать, но на пять лет. Спасет или нет? Где расчет? Хоть кто-то показал расчет нам? Вот того, что действительно вводимые меры избавят нас от проблем в будущем. Нет, не показал. Но демографическая ситуация сейчас печальная. И предпосылок к тому, что мы вдруг получим всплеск рождаемости такой, который был в 60-е годы. Вот как раз 60-ники будут сейчас на пенсию выходить. И для них мы в первую очередь отсрочили или отсрочим выход на пенсию. Нет ведь предпосылок для того, чтобы мы вдруг снова увидели такой всплеск рождаемости. Мы вымираем. Об этом надо честно говорить. Мы вымираем. Соответственно, нужны радикальные меры по выводу экономики на такой уровень, который бы позволил меньшему количеству трудящихся обеспечивать большее количество пенсионеров. Нет такой меры сейчас у правительства. Правительство, опять же, там решает уже имеющиеся проблемы. Не заглядывая в долгосрочную перспективу. Вот мне кажется, несмотря на то, что вы сказали, есть какая-то стратегия развития, ну, максимум наша стратегия развития ограничивается там 25-м годом. А заглядывать нужно куда дальше. И опять же, вот учитывать то отставание в экономике, в социальном развитии нашего государства, которое уже сейчас есть не только с Европой, но и с азиатскими странами. Китай такой рывок совершил, что, ну, вот, только диву даешься. А чем Китай отличается выгодно от нас? Наверное, к качеству управленческих решений. Вторая экономика в мире на данный момент, да. Да. Минуты остаются буквально. Не успели поговорить о чем-то другом. Ну, давайте уж на этом останемся на пенсионном возрасте. Как дальше будет ситуация развиваться, на мой взгляд? Надеюсь. В сентябре, как известно, Госдума уже планирует в первом чтении рассматривать данную тему. Надеюсь, что все-таки коллеги в Госдуме услышат все те претензии, которые озвучиваются из регионов. Кстати, Кировская область согласилась, а есть регионы, которые не согласились поддержать. И низкий им поклон, что называется. Я надеюсь, что правительство примет правильное решение. Пенсионный возраст повышаться не будет. Не будет вообще или не будет до тех значений, которые сейчас мы обсуждаем? Не будет до тех пор, пока мы не получим ответы на вопросы, за счет чего пенсионный фонд будет наполнен деньгами, как наша экономика позволит развиваться нашему государству и сделает счастливее граждан нашего государства. Президент об этом говорил в послании. Пенсионная реформа совсем не то, что мы услышали из послания. Владимир Костин, вице-спикер Заксобрания Кировской области, руководитель фракции ЛДПР. На этом время особого мнения завершено. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Спасибо.